алё здравствуйте да удобно а вы то откуда звоните я вот не знаю вы то кто где где ну да да вы знаете я по моему на сайт туда не зашел что-то мне не получилось да да вообще на сайт я с компьютера за компьютером нет нет у меня только почта вот у вас почта отправлю сейчас на почту да да смотрю так обновляю страницу пока нет а все вижу вижу пришло в спам спам пришло так захожу так зашел ну да правильно и я сюда не заходил это я не помню этого сайта понятно я вообще интересовался ну вообще то есть есть же где акции покупают вот такое и потом дивиденды с них правильно не российские в это вообще в россию находитесь нет не было будет намного проще не так зачем по телефону же можно ну понимаю дока зачем демонстрация ну да вы по телефону говорите да и все открыто открыто так пишу ну investing.com investing.ru да открыл понятно здесь брокеры есть да 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 понимаю да 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 у маркетс инвест маркетс а вижу максим маркетс тут написано регулятора нет нажал вышел вот информация о нашей компании информация о нашей компании вот пожалуйста то что мы европейская компания работает с 2008 года уже 13 лет на рынке то есть мы предоставляем клиенту инновационные сервисы для работы на на этом рынке слева вы можете увидеть элементарно все платежные системы с информации о нашей компании с которым мы работаем у нас без комиссионный ввод и вывод что очень надо сказать клиенту на пользу понимаете и вам и нам да используем виза майя мастер корзивы ядек мани банковские переводы крипто кашизки слева визу вижу на официальном сайте чтобы вы понимали на официальном сайте элементарно вот пожалуйста вот можете увидеть платежные системы информацию о нашей компании метод вывода средств аналогичен виза майя мастер вам расскажите я так понимаю если рассматривали акции российские верно да 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 так хорошо конкретные камида Ratte или просто российский базин вы же брокерская брокерская компания да цена а на이언� cette файле на Московской бирже тоже вторгуете да ну нет почти торговская биржа но естественно что у нас есть выход на американский европейский и concepts а Московская биржа то есть это только в Россииrab iем возможности понятно а на московской то бирже вы торгуете или нет подождите вы на московской то бирже торгуете или нет ясно у вас там связь плохо прерывается и звуки еще идут непонятные понятно с какой у вас я хотел попробовать сначала у вас как пойдет минимальный депозитарий в нашей компании это 200 долларов порядка 30 тысяч и 100 это минимальная сумма с которой вы сможете работать в любом случае если захотите чисто инвестировать у вас будет шерсть, который будет вам предоставлять уже готовую анамит то есть вам не нужно что-то искать, вам не нужно будет что-то еще выяснивать нет, вам предоставляется аналитично по тому инструменту который вы хотите использовать и естественно мы торгуем зарабатываем деньги в нашей компании не выгодно чтобы вы терялись скажу сразу то есть вы чем больше работаете и зарабатываете и сейчас эта комиссия уходит в компании то есть давайте условно посмотрим где это ну если 200 долларов заработать 3-4 доллара уходит в компании автоматически то есть у вас на вашу счету уже лица ваши деньги которые вы потом можете в любой момент вывезти вывод происходит зачисление денег на вашу карту то есть ваши прибыли в течение 24 часов также можете использовать банковские переводы через банк выводить если захотите и электронные кошельки а сколько комиссия у вас вот смотрите условно я же говорю 200 долларов заработали 3-4 доллара уходит в компании если брать валютные пары например валютные пары использовать там стоят один цент два цента прибыли то есть не так уже много ну понятно да поэтому предлагаю разобраться посмотри а вы заряжи на тот сайт который я вам отправила так сейчас вы имеете ввиду макси маркета да 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 открывайте и вот смотрите у вас есть терминалы например это психофорум на котором вы сможете работать то есть у вас есть один брокерский счет а вы можете работать с МТ4 МТ5 на веб-терминалы и электронно получается мобильное приложение так далее аналитика вы так можете посмотреть трейдером здесь очень интересно классно экономических новостей вот пожалуйста если наведите на инструменты наведите мышкой на инструменты на ну нажал ну зашел дальше дальше что вот смотрите да получается у вас что здесь по которому работа акции валюты фонды индексы фифа товары дрождационный метал энергоресурсы криптовалюты инвестиционный портель видите там да 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 есть а пароль пароль какой а пароль а пароль и он после этого вы сразу же смеете его на тот пароль с которым вам будет удобно работать а а почту ввели да ввел какие английские буквы а а а а а а а блин у вас связь прерывается я не понял пароль я понял 1 2 3 4 5 а потом ну да вот 1 2 3 4 5 и буква английская латинская не входит неверное имя пользователя так давайте секундочку сейчас 1 2 3 4 5 и буква а не входит да верно а на англее у вас английская раскладка стоит капло у вас не включен не не латинская латинская стоит попробуйте еще раз почта смотрите когда почту в отделе смотрите чтобы у вас а так himler.ru lpk mid . да да верно верно 5 буква а маленькая буква а ну да я уже и большую попробовал зашло зашло с маленькой зашло на третий раз на третий раз вот видите ну бывает наверное сбой какой-то был а да смотрите вот пожалуйста теперь у вас открыт личный аккаунт да есть да нажимаем просто на депозит просто нажимаем на депозит и у вас будет личный аккаунт ага загрузился вот торговать пополнить вернуться назад ага ага нажимаем ну есть такое есть да депозит да вот вот у вас получается 3d и pure сейчас это прямые банковские терминалы биза и мастеркард депозит на инвестинге я показывала прямые банковские терминалы с которыми мы работаем да да вот пожалуйста вот они все у нас есть то есть биза и депозит внутренние карты вот электронные кошельки критика кошельки вот пожалуйста и банковские переводы биза указывать получается номер карты биви то есть все данные карты размер депозита то есть у вас есть баланс в доллар понимаете это поскольку мы международная компания ну понятно да хорошо касательно вывода сейчас покажу сразу же вывод там где у вас вывод нажмите кнопочку на вывод нажал нажал нажали у вас новый запрос открытие запроса история запроса есть такое да нажал на нее тоже вот там здесь смотрите история запроса будет ображаться все ваши транзакции которые вы совершили на протяжении работы в нашей компании открытый запрос который на рассмотрении еще новый запрос минимальный вывод нашей компании это 50 долларов то есть смотрите вы можете получить вы забрать 50 долларов и 100 и не 1000 долларов вы вообще скажите собирались там нельзя на год два три на месяц ну я не знаю как как вообще пойдет все это дело я ж не знаю что будет в будущем я вам скажу вы министры а где вы работаете с чем занимаетесь у вас связь такая плохая я водителем водителем работает да у вас связь связь постоянно прерывается хорошо 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 лучше будет да хорошо вы да 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 в 2013 году в Ассоциации банков России что это такое понимаете или нет нет Ассоциация банков России также мистерно компании брокерские которые являются не кредитными организациями и банковские объединения пожалуйста видите Ассоциация банков России ага да вбил ну и смотрю и что там Ассоциация банков России немного ниже и ARV есть такое да вот вверху слева логотип Ассоциация банков России есть такое Ассоциация банков России подождите и что в нем надо в ассоциации смотреть я чуть не пойму вот сейчас смотрите Ассоциация банков России у вас получает справа в верхнем углу есть есть такое так аналитика ну об ассоциации новости мероприятия международное международное сотрудничество так вы можете ассоциации нет смотрите стация банков России тридцать нет сейчас тогда еще другую ссылку попробую а вот нашел вход РСС ТСС так смысл у вас об ассоциации пропаганки пройдите вход есть да 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 и справа у вас поиски смотрите поиски пишите на английском м, а, и, и, и блин Вот в правом верхнем углу. Там где поезд. Латинскими, да? Да, да, да. Так, М. М, Эй. Да, ловится. Икс, как буква хороска. Икс, обычный Икс. На ударе нормально. Икс с дочечкой. Икс. Блин. М, а вторая какая буква? Эй, как А русская. М, Эй, Икс, И четыре буквы. Икс, Ди, а последняя Ди? Икс. М. Мария. Эй, Александра. Икс. Икс. Как А русская. Как наша мама. Икс точка. Должно быть четыре буквы. МАКСИ. Вот, вы вернитесь, пожалуйста, в нашу компанию. Смотрите. Ну, нажал я МАКСИ. МАКСИ нажал. Вот. МИКСИ. У вас получается бой 301. Блин, ну вот МАКСИ, получается МАКСИ. МАКСИ. И ИС точкой. Блатыня буква ИС точкой. МАКСИ точка. Так тут пароль еще требует. Вот видите, в скайпе было бы намного проще. Хорошо, а программы АНИТЭС у вас нету? Скажите мне, пожалуйста. Нет, такой нету. Мы сможем задать эти? Или будете сами мучиться, так сказать? Нет, так а это-то зачем? Вот мне, ассоциация банков-то для чего? Вы мне скажите, если вы, например, вот будете работать, потеряете деньги, не дай бог, потеряете деньги, к кому вы будете обращаться? Вы мне скажите, если у вас, не дай бог, есть какая-то компания, я вам показываю гарантии компании, то, что вы сможете в любой момент вывести деньги, потому что вы должны понимать, что компания, правда, надежная. Понимаете это? А, понятно. Вот, для этого я вам и показываю. Если вам неинтересно, мы можем пополнять торговый счет и работать. Но вы же должны понимать. Хотя бы какую-то информацию знаете компании. Так, хорошо. Давайте я прямую или правильную ссылочку вам отправлю, чтобы вы уже, так сказать, не в воде по 150 раз. Давайте, будет проще. Хорошо, открывайте почту. Открывайте, там дверь отправила. Вам уже ссылочку. Вот, rb.ru.maximarkets.in Ну, зашел, да. Открывайте, да. Третья статья. В РБ принято новое члено. Да, нажал. Отлично. Здесь, смотрите, у вас получается, внизу, есть кредитная организация, есть некредитная организация, есть банковские объединения. Видите? Да, вижу, вижу. Вот. И здесь указано. Вот, в Верху, кстати, 2 апреля 2013 года решением Совета Ассоциации Российских Банков члены РБ приняты. Вот, и кредитные организации, кредитные организации и банковские объединения. Вот, некредитные организации, как я и говорила, вот, МАК-сервис ЛТВ, город Москва. Видно, что? Да, вижу, вижу. Вот. Гарантия того, что ваши денежки, безопасности, вы будете работать с надежной компанией и, естественно, будете работать, зарабатывать и сможете вывести свою прибыль в любой момент. Так, хорошо. Тогда, смотрите, возвращайтесь в кабинет. Ага. А, вот скажите, а с каким вообще банком собираетесь работать? С первого, с апрельсиньку? А у меня только Сбербанка карточка. Это у вас ФИЗА или МАК-сервис? Нет, у меня вообще карточка МИР, МИР. А у вас одна карта? Да, да. Хорошо. То есть, вы ее балки вообще не хотите? Нет, нет. У меня на нее зарплата приходит. Хорошо. А вы мне скажете, если не секрет, сколько сейчас водителей получается? Ну, у меня в районе 40 тысяч получается. Ну, мы тут довольно-таки нормально. Ну, мне кажется, не хватает, да? Алло, у меня хочется? Да, 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 я здесь. А, все, супер. Тогда, смотрите, опять-таки, в любом случае, минимальность депутатрии занимает 37 тысяч рублей. То есть, это 600 долларов. Так, далее, практически, у нас получается что? Кажется, на страхование. Наша компания предоставляет страхование в размере 30 тысяч и также 14 дней. Смотрите, у вас получается обычная карта. Карта МИР. Это 9 получается, верно? Да. 9, хорошо. Просто, понимаете, у нас на кредитную карту дается 30 дней страхование на обычную 14. Но, поскольку, так сказать, начало месяца, только мы только, так сказать, набираем группу себе новичков, мы, естественно, уже предоставляем страхование на 30 дней. Так, будем я стараюсь два раза. Вообще. Помню, и на 40, на 40 или на 30 дней. А страхование на что? Я что-то не пойму. А, секундочку, буквально секундочку, я сейчас перед звоню вам, буквально секунду. Ага. Алло. Алло. Алло, да, что тут? Смотрите, я не пойму вообще. То есть, да, смотрите, алик, страхование. Скажите, на страхование в вашем... Есть на 14 дней страхование, есть на 30 дней страхование. Так, смотрите, вы мне... А что за страхование-то? На что страхование? То есть, вы выполняете свой дипоситарий на 500 долларов. То есть, из беда, мы с вами заходим ваш класс. А, понятно. То есть, вы будете работать без рискового формата. Так, а за страхование... За страхование... За страхование, что вы, наверное, тоже деньги высчитывать будете? Нет, нет, нет. Нет. Там парни. Предоставляют страхование новичкам без вклад на... То есть, вы будете работать без рискового формата. Да. Я так понимаю, лучше посмотреть страхование на 30 дней, верно? Ну, конечно, тогда больше ставьте. Чем больше, тем лучше. Если бесплатно. Да, все верно. Я с вами полностью бесплатна. Тогда смотрите, если что, что мне подскажите с экспертом? Слушайте, или с экспертом мужчины в алтонформе и отчетках? Ну, я не знаю. Я даже не знаю. Ну, это психология, понимаете? Это и правда психология. Ну, то есть, если, например, вам нужно будет открыть дневку в 9 вечера, у вас закруга есть? Да нет. Ну, вообще, с девушкой, наверное, удобнее. С девушкой? Ну, да. Ну, прекрасно. Девушка, так, девушка, без проблем. Подберем девушку. Так, хорошо. Тогда смотрите, страхование на 30 дней, верно? Да, да. Так, хорошо. Страхование на 30 дней. Так, активировать торговый счет. Открывайте свой личный кабинет. Да. Там у вас 25 депозит. Да, да, да. Вот, да. Смотрите, в вас карта нет, правильно? Это внутренняя карта. Поэтому нужно будет использовать, скорее всего, и в кошелек. В вас есть или в кошелек, или нет? Нет. Ну, это не проблема. Можно быстренько его скачать. Открывайте. Новую вкладку. А, новую вкладку. Да, да, да. Помню, подскажите. Может быть, все-таки, они без хотя бы скачаем, чтобы вам помогало, или нет? А вы хотите, чтобы Акиви кошелек завел сейчас, что ли? Да, да, все верно. Смотрите, через Акиви кошелек будем дополнять свой баланс. То есть активировать свой торговый счет. А вы знаете, вы знаете, у меня есть ли из виртуальных, у меня есть в этом. Ну, только она электронная карта. Она, как она называется? Мастер карты. А, нет. Блин, ну, в личном кабинете в Сбербанке только. Ну, то есть она в руке не могу смотреть. А, ну, ага, хорошо. Виза, виза, по-моему, виза. По-моему, виза, да. У меня есть карта такая. Ну, вот, виза. Ну, только она, только она в этом, как его, в Сбербанке онлайн в личном кабинете. Ну, ничего страшного, то есть, там в любом случае можно реквизиты посмотреть. Поэтому не переживайте. Вы мне подскажете, вообще, а планируете выводить свою прибыль? Как часто? Там, раз в неделю, раз в месяц, два раза в неделю, я не знаю. Я не знаю. Ну, надо же посмотреть, как все пойдет. Если все хорошо пойдет, то зачем выводить-то? Пускай, они, тем больше, тем больше там будет. Правильно? Да, да. Я с айфон согласна. Но, смотрите, в любом случае, понимаете, я даже реквизитовала бы вам выводить прибыль, там, раз в неделю. Хотя бы, ну, там, да, минимально 100-30 долларов на медкие расходы. Ну, чтобы вы понимали, что вывод есть. А после этого вы сможете спокойно, то есть, метод-два-три не выводить, а именно инвестировать в ваши средства. Понимаете, да? Да, да. Да, хорошо. Так, эксперт-девушка, а по часу в день сможете уделять торговля. Отлично. Тогда будем я стараюсь, пожалуйста, выводить на такую банку собираетесь. На мир, правильно? Да, можно на мир, а можно вот на ту, которая электронная. Ну, то есть, на мир можно. Это ситуация. А можно, да, на ту электронную, которая. Если будем выводить, нужно или кошелек. Лучше же тогда на везу будем выводить, на виртуальном. А в целом вы можете переводить деньги. Да, в личном кабинете разницы нету. А я там с одной на другую перекидывать могу сколько угодно. Везгод, да. Да, поэтому вообще прекрасно. Так, хорошо. Вы мне старайтесь. Сума в размере 37 тысяч рублей. То есть, вам доступно для активации торгового счета? Да, доступно. Так, хорошо. Тогда, смотрите, будем использовать виртуальную карту, верно? Ну, да. Так, хорошо. У вас есть куда записать название на 30 дней? Страховой полис. Что сделать страховой полис? Да, страховой полис. Литочек, ручка, может быть. А, да, да, есть, есть. Есть. Ну, я подготовил, ну, есть у меня листочка, листочка, ручка. Вот, все, супер. Теперь смотрите, записывайся. 29. Ага. 10. Ага. 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 93. Да. Ага. Ага. Алло. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, трейдинг. Так. Я смотрю в папке, они может и в спамы во входящие. Тут, то так приходит, то так. Ааа. Нет, пока. Так. Нет. Страховый полис на 30 дней. И номер вашего страхового полиса. 29, 10, 85, 50, 93, 11. Обновите страницу. Спамик, посмотрите, может быть спам есть. Сейчас и там посмотрю. Нет, спами тоже нету. Сейчас, тогда буквально секунду. Я отправлю, давайте еще раз. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. нету 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 там вот последняя ваша последняя ваша где сайт ваш сайт и ассоциация этих банков и все нет 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 не приходит не а сейчас я попробую вообще по новой выйти на эту страницу я перезагружаю ничего там нету нет нет не приходит не на спам не входящий не не приходит так ну давайте давай может со временем пройдет ссылочка какую открыть ну вот я открыл от александр и нико блин у вас связь вообще прерывается и что сделать с ним да они во входящих они не спами я я вам просто говорю что я смотрю еще и в спами но они ваши приходили во входящие а хорошо 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 отправил от вас не приходит почему-то пришло 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 ну да срок действия 30 дней да все открыл его открыл угу Смотрите, вы должны понимать, что вот, строк действия 30 дней в страховой пункте, период страхования, вступает в с момента открытия первой сделки. То есть, страховка распространяется на клиентах, которые ранее подтвердили свое участие. То есть, вы подтвердили, верно? Верно. Да. Смотрите, далее. Страховка распространяется на план и полпита от 500 долларов, то есть минимальная сумма до 50 тысяч долларов. Для наших клиентов. То есть, новых клиентов. На полпиту вы считаете в размере общей суммы потерь. То есть, смотрите, если вы потеряете 5 долларов, 10-20 долларов, то, естественно, компания вам все компенсирует. Я вам покажу, как работает страхование, чтобы вы не переживали. Далее, смотрите. Так. Средства по страху и защищаются после получения всех требуемых документов, подтверждающих личность клиента. Номер страхового коллекса, где он получает в виде СМС. Пожалуйста, как я отправила вам на электронную почту, чтобы вы понимали. Да, да, да. Да, хорошо. Далее, смотрите. Вам получается... Так, хорошо. Страхование. Вам все понятно по страхованию? У вас есть какие-то вопросы или нет? Нет, по страхованию нет вопросов. Так, по страхованию нет вопросов. Хорошо. Так, тогда смотрите. У вас виртуальная карта Visa, верно? Да, да. Виртуальная Visa? Так, хорошо. Ну, тогда в него в случае мы с вами используем киви-кошелек. Давай сейчас сделаем новую вкладку. Открывайте. Так, а зачем мне киви-кошелек-то? А потому что через киви-кошелек не будет элементарно... Комиссии, понимаете? То есть, комиссии при переводе. Алло, да? Да, я здесь. Я просто... Вот зачем мне этот киви-кошелек нужен? То есть, смотрите. Вы сможете в ваш случае попадить на любую карту любого банда? То есть, то ли мир, то ли бизнес. То есть, вы уже сами будете решать. А, я начал. Я обновляю, что-то через киви. И, может, вам будет намного комфортно. Так, зашел я на киви-кошелек. У вас есть он? Или вам нужно будет регистрацию пройти? Да, мне тут все надо проходить. В том-то и дело. Мне тут по-новому все надо... Хорошо. О, там упасть. Есть и вузочки, не переживайте. Хочет номер вести и все. Так, регистрация. Нажимайте. Мне сейчас, мне сейчас код, код, код придет, код придет оттуда. У меня телефон кнопочный, поэтому мне не посмотреть будет. А, отвечу, а то надо, да? Да, да, да. Хорошо. Сейчас я беру буквально через минутку. Ага. Алло. Алло. Алло, алло. Да, да, да. Пришел код? Не, не, вы знаете, я не буду в Киви кошелек, тут еще, тут такое-то долгая тема. Не, я с другим... Олег, смотрите. Я буду скачать, я вам помогу, намного проще будет вам. Не, не, вы извините тогда за беспокойство, а с каким-либо другим брокером, потому что, блин, ну, слишком у вас сложно все это. Вы серьезно, Олег, это вообще не сложно. Хорошо, давайте все с вами сделаем. А, так, ты куда? Вы, кирикошел, не хотите использовать, можно узнать причину хотя бы? Просто не хотите много так сказать, а регистрации проходить? Или что? Ну да, да, да. Это что? Хорошо, давайте все с вами делать, нет проблем. Вы можете, пожалуйста, сейчас скачать АНД или нет? Или скачать? Нет, 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 нет. А можно назвать причину? Вы боитесь, или что, я не пойму? Так, а зачем это все надо? Ну, вот у регистрации у брокера вот столько много всего, тут у вас что-то слишком, слишком все сложно. А, то есть для вас это детский шанс, или что, я не пойму? Не, ну, то Киви кошелек и скайп, а зачем этот скайп нужен? Ну, так все люди, потому, хорошо, так, почему скайп мы используем на ум, намного безопаснее, например, Телеграм, вот так, понимаете, или нет? Так зачем, вот мне... Так много безопасней. Вот зачем... А зачем я буду, вот подумайте, зачем я буду вам демонстрировать экран? Вы сами-то подумайте. А вот, посмотрите, пожалуйста, пожалуйста, хорошо. Вы мне скажите, сколько вы собираетесь обучать? То есть так, вы на слуху? Да почему? Есть же... Есть же... Есть же видеообучающие. Ну, да, вы думаете, вы сами поймете, что обучающие видео? Не, у вас, у вас что-то очень-очень все сложно и как-то запутанно. Я вот что-то уже... Ну, мне скажите, вы с компьютером, я так понимаю, ну, на вы, да? Или более-менее нормально, ну, пользуюсь? Да, нормально у меня с компьютером все. Ну, так если у вас нормально. Там регистрируем все, мы проходим с клиентами за 2-3 минуты. 2-3 минуты. Не, ну, вы тут же говорите скайп и тут же демонстрацию экрана. Вот я не буду устанавливать демонстрацию экрана, я вам сразу говорю. Да я не говорю вам устанавливать. Хорошо, на слуху буквально. Мы с вами уже общаемся с тобой. Смотрите, Олег, я вам буду говорить, что делать, куда нажимать, и что вы будете это делать. Я буду вам помогать на слуху. Демонстрацию экрана я не буду устанавливать. А если не буду устанавливать... Да не нужно, да-да-да. Запусти, запусти. хорошо а тогда зачем нам нужен skype зачем нам нужен skype мы же так бы также будем по нему ну а что вы хотите тогда еще предложить ну да что делать что вот киви а тоже я киви я не буду устанавливать зачем нам нужен киви этот непонятно вообще если у меня есть сбербанк у меня есть сбербанк зачем мне этот киви ну зачем мне этот киви кошелек если у меня есть сбербанк ну вы сами то подумайте нет у меня только сбербанк а зачем мне нужен киви киви вообще никогда не пользовался и пользоваться не собираюсь в интернете там какие-то данные да мне без разницы просто висит там в интернете мои данные зачем они нужны чтобы они висели в интернете а в сбербанке у меня ничего не висит где-то в интернете сбербанк он и сбербанк не ну там же есть карта которая называется виза правильно у меня же есть карта виза сбербанка ну а почему бы и нет если деньги я например если деньги на свой счет перевожу так это совсем другое дело чем заводить еще какой-то киви кошелек для чего я не понимаю если я могу деньги на свой счет перевести с карты виза к примеру сбербанка что блин да уже несколько десятков лет у меня там еще начиналось со сберкнижки еще сберкнижка то есть счет со сберкнижки начинался подождите а чего я я вот не понимаю а почему они приостановят если вы в ассоциации банков россии и в чем они это как они это вообще аргументируют на другой банк межбанка что это такое нет нет не как и как и и и и и и я не буду заводить пускай будет комиссия но зато без всяких этих левых мыслей про разные киви кошельки которые там висят где-то в интернете за мной числятся зачем мне это надо у меня там в интернете вообще никаких кошельков не висит нет у меня телефон кнопочный на нем только звонки по телефону на нем вообще ничего нет так открываю сбербанк у меня сейчас придет не при придет мне придет код чтобы войти мне надо будет опять отключиться алё все зашел зашел сбербанк да да на карте виза 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 digital написано да на визе на визе есть да 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 совсем совсем не такая она совсем не такая она к сбербанку привязана то есть они какому-то там киви банку которые вообще не понимают что это за банк у вас сейчас так открыл да 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 ну да да у вас связь прерывается и вижу вижу нет пока я смотрю сейчас хорошо а вот я что-то не пойму а деньги то на счет какой-то пойдут здесь я вот здесь я что-то не понимаю а где он находится брокерский счет я вот это не понимаю на которой я сейчас переводить то буду я не понял а он будет в вашей брокерской компании что ли мой брокерский счет ну понятно а в каком банке то он будет ну брокерский счет вы же на меня открыли ну да в каком банке то он будет счет да к счет то сам будет где в каком банке брокерский счет там где открыли брокерский счет вы в сбербанке что ли открыли на меня я что-то вообще не понимаю так вы же не банк как вы можете счет открыть счет то только в банке открывается да да понимаю ну так вы счет клиентов банки открываете правильно брокерский брокерский счет вашей компании но открывается то он вы его открываете в банке правильно на счет своего брокерского счет своего брокера клиента да 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 ну ну мы брокерская компания верно верно мы предоставляем услуги для работы да и открывает свои да и банки нет да понятно не ну а счет то вы открываете в банке в любом случае брокерский счет клиента он уже в банке открывается как это так вообще без реквизитов что ли получается то есть счет который не имеет реквизитов получается ну реквизиты счета так я говорю у моего то счета есть реквизиты вообще ну в вашей брокерской компании реквизиты счета моего брокерского моего брокерского что что у вас связь да да реквизит это есть у него в этого счета ну да сбросьте если есть они реквизиты счета чтобы я хотя бы знал а то тут вообще же не написано ничего хорошо хорошо ну смотрите а то есть если есть то что на почту а так сейчас я предлагаю вам пока мы ожидаем услуги пока не придут потому что на этот интернет не такой же хороший а предлагаю вам почитать буквально там здесь ну если все там то есть разобрать всех форматов хорошо 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 тогда перебежу ждать на линии буквально минуту в тупень а да здравствуйте ну да это можно 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 сказать инвестирование ну то есть акции и дивиденды и потом если все нормально а ну то есть и продать их можно ну а вообще по срокам это долгосрочный или долгосрочный или вообще в чем разница понимаете ну да я понимаю я я хотел узнать как вот у вас в компании как лучше это все сделать и посмотреть ой сказать вам честно лучше знаете такая подловица не держать в одной квартире я я вот об этом и говорю я об этом и говорю то есть можно и сразу продать а можно и держать а можно и сразу перед новичок новичок а да тем более как я работаю с новичками смотрите во-первых первый месяц мы работаем больше на краткосрочные позиции краткосрочные почему вы уделяете больше времени для данного дела у вас больше в практике вы будете приобретать да спецненный контракт второе мы развиваем ваш друговый счет впоследствии даже если месяц полтора два вы уже понимаете что вообще вы от рынка желаете какие нужны проценты и все остальное вот и впоследствии мы разделяем свой счет частично сейчас на краткосрочные так называемые спекуляции а сейчас на долгий срок если мы купили акции и чрезиденты получаем другой актив мы активно продаем как фондовый рынок это акции компаний так же частично берем как сырьевой рынок это британская американская нефть золото и другие инструменты вас интересуют конкретно акции либо как вариант на перспективу вы рассматриваете другие инструменты и другие тоже на перспективу рассматриваю и то и то я вам дам такой совет в принципе если брать более рентабельно то это нефть почему а она дешевая она владельна то есть опять если брать по доходу смотрите минимального типа счета это идет сумма на браслере 40-50-60 долларов в день да пусть сумма небольшая но опять же вечно копейка с неба не падает тоже нужно с малого там развиваться хорошо такой вопрос данный вид деятельности вы рассматриваете как основной либо же как дополнительный больше как дополнительный дополнительный а сколько вы сможете вам с комфортом уделять в день типа в неделю чтобы я понимал хотя бы ну два через два два через два я работаю два через два поэтому а такой вопрос а тоже с телефоном работает не получается нет 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 я водителем работаю автобусы автобусы ну там не совсем там микроавтобус микроавтобусы два через два развоз не развозим людей по рабочим точкам в различные разные места разные то есть два через два с утра развозим людей и вечером забираем потом с работы ну смотрите я так скажу опять же я опираюсь только на свой опыт с моими клиентами вот у меня тоже в группе есть человек который занимается перевозками но у него именно общественный транспорт так вот и смотрите вы даже как сказать два через два если вам честно откровенно если для вас будет в день приносить доходы три пятьсот три семьсот будет возможно правильно да нет в рабочий день навряд ли хотя есть время там бывает время в рабочий день в основном все в разъездах нет по двенадцать часов двенадцать часов нет нет в телефоне нет только компьютер дома и все и все в рабочий в рабочий день в рабочий день в рабочий день вот как вы говорите капитализировать если все нормально идет то зачем выводить да не против я работаю первые три месяца 1 квартал мы с тобой выводим выводим порядка 70 процентов то что мы зарабатываем понимая что это твой красивый доход какого-то цифру месяц и последствия тоже меняем данное значение то есть 30 процентов мы оставляем на обороте 30 на мелкие расходы но откровенно опять просто допустим просто допустим просто дополнительный доход и все больше никакой цели дополнительный доход понимаешь что есть цель определенная да я даже не знаю я один же у меня как-то потребности такие небольшие 52 вот так сложилось нет нет я женат никогда не был понял тебя ну давай так я пусть грубо скажу но прямо и для чего желаю найти то которое будет рядом это очень важно ну да ну да ну да 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 можно и так нет у меня только телефон не все я обучаю обучение я использую sky я могу тебе показать экран вот . вы нет нет skype нету у меня компьютер да ну я skype не пользуюсь да да смотри как сейчас сделаем с тобой открой сейчас в браузере в браузере новую кладку новую кладку зачем 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 и чтобы ты скачал skype то после того с вами нормально в дальнейшем общаться тоже был один из вариантов мессенджера так зачем skype если есть телефон ну смотри давай так я тебе еще раз говорю ты будешь работать с графиками просто на углах на словах ну давай переверну это это все правильно я как работаю вот есть демонстрация экрана и ты показал свой экран показал тебе точки входа точки выхода объяснил на пальце знаешь как в школе указки показал тебе на доске и понял понимаешь меня а так на словах это будет долго мучительно и неправильно понял я понимаю но это можно сказать очень быстро на словах и все и что там нажать и что взять и что продать без всяких скажет я не привык когда мои клиенты чем-то рискуют когда я не вижу и не контролирую допустим твои действия в процессе обучения я считаю это неправильно я в компании работаю 8 лет у меня в группе на данный момент 58 человек чтобы ты понимал опять же мою заинтересованность и свою вот сейчас на компьютере открой пожалуйста крикудатор хорошо? не подождите у вас что-то слишком очень сложное я вот не понимаю что у вас заброхерская компания какая-то она слишком сложная скайп и вот это демонстрация экрана то есть вообще что-то вы меня совсем уже загоняете ну смотри скайп это обычно демонстрация экрана так я я уже сказал что я я уже говорил что я демонстрацию экрана не буду устанавливать я же девушке говорю а почему не понял ну потому что зачем это надо зачем зачем это надо зачем да вот в том то и дело что зачем чтобы кто-то смотрел то что я делаю ты издеваешься ты издеваешься вот смотри так я тебе говорю есть валютная пара евро-доллар есть точка входа 58-57 есть такой-то стопот твои действия ты сидишь моргаешь своими глазами ты ничего не понимаешь а так я тебе показал мышкой что нажать что выбрать понимаешь и все и ты извиня мой интерес чтобы ты заработал понимаешь и тебя все получилось не знаете я на другого другого брокера с кем-нибудь свяжусь потому что такого я я вообще читал про это но чтобы еще и skype и демонстрацию экрана это уже слишком не не тогда ладно извините что я могу спокойно смотреть как все делают люди обычные видео уроки есть видео уроки очень много всяких разных да про обучение мы с девушкой про обучение вообще об этом и не говорили зачем мне обучение надо я вообще я про обучение ничего не говорил тебе не нужно обучение да нет нет не надо то есть ты будешь просто инвестировать и прибыль к процентам получать правильно я понимаю все правильно да так так бы прямо и сказал бы я же думал тебе нужно обучение понимаешь нет нет давай сразу договоримся сразу договоримся ты я понимал сразу ничего не скитаешься говоришь мне о своих предпочтениях на предпочтение как ты будешь поступить хорошо я понимал тебя хорошо хорошо да так смотри у тебя на экране свой личный кабинет есть правильно ну да да так ты записал свои данные для входа свой логин и пароль спереди пожалуйста да-да или ты его сохранил просто брат сохранил ты как планируешь открывать и прибыль выводить пользоваться каким strat так не понял пользоваться в чем пользоваться вы выводом сбербанка тогда нашел виза виза там выбери свой прямой банковский терминал виза мастеркард нашел глазами так здесь да 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 только сбербанка только сбербанка на разные банковские карты почему у каждого банка ну да да ну это подно подождите-ка это же на поле где платеж да мы заполняем платеж по вашей виза мастеркард а виза 3d секьюра ну я на этой странице сейчас я нахожусь тут платеж по вашей кредитной карте будет произведен вот это правильно да 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 ну вообще написал да так это когда мы с девушкой еще говорили это когда с девушкой мы говорили а уже это написал когда с ней говорил то что это то понятно да ну продолжить и мы с ней же остановились на том что деньги то эти куда я перевожу на свой личный счет она говорил да я у нее спрашивал личный счет то где находится ну понятно а личный счет то где он открыл хорошо так вот я вот и спрашиваю вот из одного кармана сбербанка в другой карман в какой банк я на свой личный счет деньги так брокер же открывает брокерский счет клиента в банке все правильно брокер открывает брокерский счет клиента в банке он же он же и торговый счет в а реквизиты то есть у этого межбанковского счета для налоговой к примеру не вот я в налоговую приду скажу вот я открыл торговый брокерский счет межбанковский межбанковский они скажут а где он они скажут а ты можешь реквизиты дать этого счета она отображается в сбербанке и там на автоматом будет написано свой брокерский счет за декорирован а в каком банке счет это понятно но я читал что брокер в банке счет открывает клиенту а вот к примеру в налог вот примеру в налоговую что скажу где открыт мой счет брокерский торговый межбанковский да у него адрес отдай адрес счета этого где он находится где отображаться то я учета не понял в онлайн банке сбербанке мой торговый счет будет отображаться понятно короче счет будет отображаться но реквизитов у него не будет правильно и покажешь вот данные транзакции вот соответственно твой наличный кабинет и понятно ну чё то совсем непонятно то есть мне даже мне даже к торговой площадке не надо счет подключать мой торговый самому получается ты когда открываешь свой счет и когда открываешь свой счет и делаешь транзакты через гербан через гербан так же . именно твой счет на тебя зарегистрирован ты в твоем личном кабинете проходишь так же верификацию документально то есть паспортные данные и любой другой документ и до такой данный счет фиксируется в любом реестре например оплата штрафа коммуналки господи ну и в таком таком моменте понял понятно непонятно и впоследствии просто он автоматически переводится уже на запрос на налоговую то и все там обинарух автомата выбирать завод дохода да 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 он непостоянный он а он волатильный может быть там один месяц там 40 тысяч а другой 50 понял я вообще не понял я понимаю если счет вот есть торговый счет брокерский открыт он должен быть реквизиты иметь я открываю мне реквизиты нужны счета чтобы я знал что у меня счет то есть на меня именно а как я могу вот так переводить на какой-то на какой-то торговой площадке у меня якобы счета вот это я не понимаю без реквизитов ну вот так без реквизитов как он может быть такой счет без не иметь реквизитов ну так у него реквизиты то есть у этого счета ну любой любой счет любой счет имеет свои реквизиты где он находится это и называется реквизиты счета ты открываешь свой персональный счет за своей карты отбербанта ну да что-то долго-долго вы вот эту такую тягомотину устроили страховка потом показывать показывать эти межбанковские какие-то соглашения или как они там называются ты можешь сейчас элементарно сделать сейчас транзакт на свой счет то я не покажу ты просто понимал в наших действиях последовательно да просто продолжим открывать позиции и все не я просто что на экране получается да я к тому что вот это долгая прелюдия долгая прелюдия все равно уже на счете тормознется все да в том то и дело что долгая прелюдия а тормознется то все все равно на счете в любом случае счет счет то где находится вот так долго это тянуть чтобы дойти до этого счета да почему я прикалываюсь ну на самом деле почему не здорово так я вот и спрашиваю реквизиты то есть у моего торгового счета у брокерского где он находится адрес то его ну как как может быть счет находиться в личном кабинете вы сами подумайте это вот я в налоговую пойду в налоговую и скажу я открыл брокерский счет который находится в моем личном кабинете на торговой площадке да они скажут ты че дурачок или как скажут ты дай нам реквизиты этого счета в каком он банке находится ну да слушаю мне не кажется ну да ну да не будем ради списка нет ну а зачем ты играешь так вы скажете где счет то находится мой брокерский в личном кабинете да в личном кабинете счет вижу личный кабинет и что баланс здесь баланс да нажал что ты видишь там ну свои личные данные ну и что это ну я счет это не вижу счет это не вижу здесь счет я открываю при транзакции да а куда же деньги я перевожу если счета счет еще не открыт вопрос вот такой а а олег 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 просто олег просто олег да есть какие-то соцсети у тебя или нет что что соцсети у тебя есть нет нет не пользуешься ну смотря какими что вы имеете ввиду как же так а что вы что вы имеете ввиду ну называя соцсети что это такое ватсап и вот это вы про это инстаграм и всякие да вот такие вот таких вот таких вот таких нету нет таких нет ну так вот я и говорю что вот мне в налоговой скажут что я несу бред я дурачок если я скажу им что я открыл свой торговый счет брокерский в личном кабинете на торговой площадке ну так потому что у них возникнет вопрос скажут ты нам реквизит это для этого счета ну потому что потому что такого не бывает нет где вы с этим раньше сталкивались я с этим не сталкивались просто я это знаю ну откуда вы это знаете ну это все знают ну что любой счет имеет адрес адрес реквизиты счета реквизиты они же есть адрес счета где он находится этот счет я читал читал об этом в интернете читал да везде на разных страничках короче ладно тогда все уже надоело мне уже про этот счет говорить вы все равно мне его не скажете правильно буду я искать тогда другого брокера который действительно откроет мне счет который будет иметь реквизиты вы меня слышите или нет да слышу что что мозги пропудрили получается да у вас связь прерывается я вас поэтому у вас слова там буквы пропадали я говорю мозги пропудрили правильно а ну да да пропудрили зачем зачем мозги пропудрили короче слушайте себя на ютубе канал мошенники звонят по телефону мне уже надоело с вами не интересно ну конечно конечно потому что опять же вы хотя бы вопрос задавали более скакомстовенно это сразу видно что вы снимать не дают ролики в ютубе и так далее понимаете ну да так следственные действия следственные действия по вашему колл-центру уже ведутся скоро вас накроют и всех арестуют вот что я вам скажу напоследок да какая там компания какая компания колл-центр сидит там и звонит всем по телефону ну конечно разные особенно те которые вообще не имеют регистрации никаких документов счет клиенту открывают в личном кабинете а не в банке вот такие да действительно колл-центры накрывают один за другим а как открывают хорошо брать бинанс брать бинанс там где открывают счет в банке разве короче все ладно до свидания нет да нет захотите на вопрос чего за вопрос добавите да я не буду с вами разговаривать про то что вот я не знаю про что вы там говорите про бинанс вы говорите про бинанс я тоже читал и короче там совсем другая система не такая как у брокеров которые да почему нечего сказать я могу сказать как там открывают крипто кошельки делают так же регистрируются на этой крипто бирже бинанс все это дело там фиксируется как они там ячейки эти называются сейчас вспомню бикчейн по моему в бикчейне все это бикчейн по моему называется да все это дело фиксируется блокчейн да блокчейн который эти майнеры там все это дело тоже обслуживают имеют процент с этих блокчейнов которые они там создают те записи типа читал я читал я про бинанс но бинанс это совсем другое и близко не стоит с тем как вы себя называете брокером который открывает брокерские торговые счета и торгуют на бирже никакой бинанс на бирже на бирже не торгуют а чё тут разбираться то чё тут разбираться тут и так понятно здесь и так все понятно ну к примеру если 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 брокерская компания брокерская нормальная реальная она бы выслал мне к примеру договор со своими реквизитами своей брокерскими компания своей брокерской компании где все реквизиты указано что это за компания где счета где счета этой брокерской компании в каких банках находятся Где она зарегистрирована Все полностью Да, ничего у вас нет В вашем колл-центре Ничего нет У вас есть вот эта Игровая площадка Где бедолаги торгуют Сами с собой акциями Вкладывают туда деньги свои На карточки На карточки физических лиц На карточку? Да, да, да Олег, я прошу прощения, вы обещаете Перевод в онлайн-банке Перевод, как происходит на карту Как переходит на счет Короче, вы даже Мне не сказали реквизиты Моего торгового счета Вы можете сказать мне реквизиты Куда я собирался переводить деньги В свой личный кабинет Смешно, да, действительно Вот так я в налоговой скажу Я открыл брокерский торговый счет В своем личном кабинете Олег, Олег Как ваш канал называется? Да не мой, это не мой канал Это канал, мошенники звонят по телефону Туда многие люди сбрасывают Вот подобные записи разговоров Просто понимаете Я вам тоже скажу Даже я готов Опять же Вы же разговоры выкладывайте, пожалуйста Потом, кстати, все неинтересно Вы утверждаете, что мы в вашей группе Да, да Я вкладываю с финансом МИД можете отвечать правильно Да, прекрасно я все отличаю Это я отличаю хотя бы Хорошо, вот хорошо Опять же, вопрос вам задал конкретный Разница в бинансе в чем? В бинансе разница в том, что деньги там не в банке А на электронных кошельках Ну, и сами сделки все учитываются Все учитываются в блокчейне В блокчейне А не как у настоящих брокеров В банках и в этих, как они называются Где акции-то у нас Записываю разговор Записываю разговор Но, опять же, понимаете Опять же Святите к тому, что вы здесь безграмотный И понимаете Просто, сказать, обменения для загадки И так далее Ну, если вы считаете Что у вас реальная брокерская компания То вышлите мне договор с реквизитами вашей компании И скажите, наконец-то реквизиты Он не открывается Реквизиты Он у вас есть на сайте И скажите мне реквизиты Моего счета торгового Да нет, там ничего Про вашу компанию вообще ничего Да тут это Я знаю, как с вами разговаривать Вам слово, вы 10 в ответ Всякую чушь несете И никакой конкретики Ну да Конечно, мошенники Вот где мой счет Где реквизиты счета Ну вот Вы сравнивали Например Вы сравниваете с этим Как он называется Криптовалютой С бинансом Да Вот в бинансе В бинансе Деньги, например И все это дело Действительно На электронных кошельках В этих блокчейнах Все сделки Все фиксируются Да Да А у брокера У брокера У брокера Клиент У него счет У клиентов В банке В банке Торговый брокерский счет И еще один счет Депозитарный Для акций То есть там два счета Один банковский А второй В депозитарии Так а у вас то есть Эти счета Банковские И депозитарные Для клиента Своего Вы же на меня Брокерский счет Открыли Правильно Так вот дайте Реквизиты Банковские Банковские Дайте мне реквизиты Так информация Так я Там информация Понятна Я вот сейчас Деньги переводил На свой На свой брокерский Торговый счет Сейчас переводил Уже Уже Значит он уже Открыт Да Вы на меня Уже открыли Брокерский счет Как сказали Так вот дайте мне Реквизиты Брокерского счета Реквизиты Реквизиты В банке В банке И реквизиты В депозитарии Вот этого Брокерского счета Который вы на меня Открыли Вот дайте мне Реквизиты Можете дать Или нет Я вам еще раз Открыть Что вы открываете В своем личном кабинете В брокерский Вот это За вами Я реквизиты Потом показывают Где-то там Межбанковские соглашения Такой бред Несли Все ладно До свидания Все Я трубку положил Достали Он так будет Бесконечно Говорить Хрень Алло Здравствуйте Нет нет Я сейчас занят Я сейчас занят А Ну что вы были свободны Вам Когда было бы удобно Ориентируйте Пожалуйста Так Ну сейчас Два часа Два пятнадцати Я примерно Блин Освобожусь Ну часов В семь Наверное Вечера Вот так В девятнадцать Ну вам Вообще Что было бы Интересно По направлению Инвестирование Торговля Криптовалютой Что именно Так Ну вообще Инвестирование Скорее всего Инвестирование Да Вопрос такой Один сижу дома Ну просто Я думал По-быстрому Все это Придем К пополнению Счета И все По-быстрому А как затянулось Вот этот Как его называется Страховка Потом эти Межбанковские Какие-то соглашения Такая муть Вот это Надолго Растянулось Потом Киви кошелек Делать Опять же Я отказался Тоже Долго Об этом Говорили Ой Долго Ну что за бред Если Не дают Реквизита Счета Это уж Понятно Что Не чистое Дело Я не знаю Куда Где деньги Ну где Мои деньги Лежат Откуда Я знаю Ну вот так Да На самом деле Где мои деньги Куда я их Направляю Перевожу Да Смешно Смешно Действительно Не ладно Я уже устал Об этом Говорить Короче Такого Не бывает Вот так В реальности В реальности Счет У брокера Да В банке В банке И в депозитарии И в депозитарии Там Двойной счет Ну брокерский счет Что что А не Я думал Это другая Компания Звонит Ну да Просто я устал Уже долгий Долгий разговор Получился Поскорее Ну так у вас Вы мошенники Вы мошенники Вы мошенники Хорошо У меня Грош Водя Не занимайся Данной При этом Не рейф Не везу На разные Компания Ага Счета Не открывайте В личных кабинетах Да Я говорю Счета Не открывайте В личных кабинетах Для своих клиентов Такого не бывает Да что вы говорите Счет Который Не имеет Денежный счет Который Не имеет Реквизитов Я понял Ну У вас У каждого У каждого Своя правда Хорошо У вас Уборожье воде Ага До свидания Ага Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»